Дорогие друзья, для меня большая честь присутствовать здесь, сегодня перед вами на этой сцене. Обычно я выхожу с гитарой, пою. Сегодня хочется прочесть стихи, потому что в русской песне главное слово. Все начинается со слова и все же им заканчивается. Мы осознаем себя со словом и со словом уходим из этого мира. Есть такая избитая, но самая, наверное, правильная фраза, есть такая профессия родину защищать. Это мужская профессия. Но есть еще, наверное, более важная профессия, ради которой существует профессия защитника. Это женщины, которые доверили себя защитникам. Женщины, которые являются матерями, женами, сестрами, любимыми этих самых защитников. И вот я хочу прочитать такую поэму небольшую. Называется она «Алена». Спасибо. Выстирено платье, воды смутненые. В волосах запутался дикий хмель. Кто-то этой ночью приходил к Алене за нектаром из-за тридель земель. Воровали счастье дерзкой и украдкой. Поцелуи жгут ее до сих пор. Ох, была Алена вдовую солдаткой, вовсе не умевшую дать отпор. И ее любили, и ее ласкали, знавшие об этой слабине. И от злобы тихой бабы изнывали, и шипели змеи не вслед тебе. Но было по-другому. И любила мужа, и носила шанишки на покос. И никто Аленушке не был нужен, для чужих не расплетала коз. А потом в рябинах плакали итальянки, воинские строили мужиков. И рубахи резались на портянки, червенея вышивкой рукавов. Третий год, как пусто в сиротливом доме, похоронка прячется в сундуке. И копили слезами по солдаме, и никто не блазнится вдалеке. Данила разлучница, собрались товарки, запали тяхальницыну избу. Наумчалась в поезде санитаркой по путям заснеженным за Москву. Запах едафорума, человечьи муки, скорбный взгляд и прибранная коса. Прапорщик молоденький целовал ей руки. Оставалось жить ему полчаса. Он шептал горячечно и читал стихами, и свои единственные называл. Плакала Алёнушка горькими слезами. Вынесли полезного с вокзал. И вертела ветренная позёнка, шелестя заснеженным подолом. Проносились поезда белой кромкой, не оставив радости на потом. Ох ты, горе русское, тройка мчится, вспоянная слезами юных вдов. Времечко безжалостное стучится дырами винтовочных стволов. А по весне тальянки снова заиграли. И, сшибая верстовые столбы, мужики со станции лихо мчали мимо заколоченной избы. Время перелистывает закладки и сжигает порванные листы. Но однажды вспомнится та солдатка. Её когда-нибудь встретишь? Спасибо.